В обычных отношениях между мужчиной и женщиной не предполагается, что я должна его слушать. Знаете почему? Потому что человек женится на близком человеке для того, чтобы наслаждаться им, а не мучиться рядом с ним. Понимаете, да? И это означает, что между людьми, которые женились друг с другом, нет близких отношений. Люди понимают под близкими отношениями, что? Постель, да? Ну, дети есть, работа общая, интересы общие. Никаких близких отношений. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место. Черное море, Анапа. Много светлых лиц. Две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты. Песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Близкие отношения означают, что ты что-то просишь у человека, у близкого, и он тебя слышит. Вот это называется близкие отношения. Так вот, знайте, что когда человек сильно чего-то хочет, вот, допустим, человек очень голоден, он сильно хочет кушать, ему говорят, уберите Вольцваген, а ему только пищу принесли, понимаете, и он голоду умирает. Ему по барабану там, какой Вольцваген, он просто будет есть. Понимаете, вот это чувство, в котором человек живет в отношениях с близким человеком, оно настолько сильно хочется того, чего ты хочешь, и когда тебе близкий человек говорит, «Слушай, ты можешь мне понежнее говорить?» А он хочет не этого, он хочет, чтобы она ему кивала, чтобы она улыбалась ему, ласково себя вела там, и прыгала на задних лапках. И понимаете, там, во-первых, как бы первое, то, что она сама не делает так, как мне хочется, это первый аргумент, типа, какое основание, что я должен это делать, если она не делает вот этого. И второй аргумент, человек заточен на себя в отношениях с близким человеком, на него, потому что сильно хочется своего. Это касается всего, понимаете, в отношениях. Даже в интимной жизни у женщины свое наслаждение от своего, а у мужчины от своего. И то, что у женщины наслаждение для мужчины аскеза, то, что у мужчины наслаждение женщине аскеза. И это разрушает даже эти отношения, понимаете? Оно и все разрушается в жизни между людьми только по той причине, что, чтобы счастливо жил близкий человек, тебе нужно совершать аскезы, делать то, чего тебе не нравится.